Знакомая мелодия, правда? Что ж, к этому мы ещё вернёмся. А пока... То, что вы сейчас слышали, была группа The Seatbelts, японский джазовый и блюзовый коллектив под руководством композитора Йоко Канно. Возможно, одна из самых влиятельных фигур в японской анимации и, пожалуй, музыкальной индустрии. За свою карьеру она написала более 30 саундтреков для аниме, и, тем не менее, в медиа о ней не так много говорят. Не потому, что она написала недостаток, а ведь она также создавала музыку для кино и рекламы. Нет практически ни одного инструмента, на котором она не умела бы играть. Для аниме-сериала Эхо Террора она записывала саундтрек в Исландии, на студии Сигурос, миксовала его в Англии и мастеринг делала в Нью-Йорке, дабы не отделяться от команды. А её дебютом в качестве композитора стал саундтрек в видеоигре Намбунагас Амбишн для Нинтендо. Скорее дело в том, что она не любит большого внимания к своей персоне. Несмотря на свою плодотворность и влияние на индустрию, вы нигде не найдёте альбом, где будет большими буквами высечено её имя. Или огромных интервью, где музыкант делится своими секретами и объясняет, почему её музыка такая. По факту для Запада есть всего лишь одно интервью, из которого можно хорошо понять, что она за человек и какой путь она прошла. Но каждая из её работ как-то по-своему значима и уникальна. Настолько, что Канна своей музыкой начинает буквально режиссировать сцену, порой замещая собой изначальную задумку авторов. Даже для одной и той же франшизы её саундтрек будет рассказывать разные истории. А группу The Seatballs, что вы слышали в начале, она собрала специально для записи музыки ковбоя Бибопу. Йоко Канна сделала очень многое для индустрии, но за пределами Японии масса людей по-прежнему не знает о ней. Пожалуй, именно это мне бы и хотелось исправить. Поговорить о том, как музыка отдельного автора может преобразовать произведение на экране. Что делает сама Канна для этого. А также, почему она, возможно, величайшая из композиторов. И, кстати, привет. Вест здесь. В первую очередь нужно понимать, что Йоко Канна получает исключительную творческую свободу. Ей не сильно интересно работать с режиссёрами, что ставят рамки и говорят, какой саундтрек они точно хотят услышать в своём произведении. Канна скорее опирается на собственное видение. Macros Plus стал её дебютом в качестве композитора в аниме. И в самом начале своего пути она уже успела отличиться, смешав в своих работах техно, трайбл, транс и звуки окружающей среды. Из-за чего именно картинка старалась соответствовать музыке, а не наоборот. Что превращает такие сцены в полноценный клип, где режиссёр и монтажёр стараются подогнать картинку под ритм, а тайминги и анимация обусловлены уже музыкой. Для того же Macros'а такой клиповый стиль исходит из самого персонажа. В этом эпизоде песня исполняется виртуальным поп-идолом. Когда Канна писала трек, то обращалась к ней как к личности, что контролирует разум при помощи песни. Именно такая роль по сюжету Macros'а и отведена песням в этом мире. Тренд на музыку цикличен, и для Macros'а, для того вида будущего, мало было просто смешивать стили. Да, это сделало звучание футуристичным, особенно для 95-го года, когда вышло аниме, но дабы создать эффект промывки мозгов, Канна добавила реверберации на низких частотах и зациклила те фрагменты, что, по её мнению, вызывали беспокойство. Забегая немного вперёд, скажу, что такие церковные и немного первобытные мотивы вы будете слышать нередко. Как говорила сама Канна, её детские воспоминания о музыке восходят к церковным гимнам, ставшей, по сути, первой музыкой, что она сама начала играть. Эта тяга к европейскому и немного первобытному сильно укоренилась в её стиле, сформировав её как свободолюбивого композитора, не ограничивающего себя определённым набором инструментов. И в целом жанр тоже не будет играть значение. Куда важнее сама сцена и её контекст. Один из её любимых приёмов – это заглушать звуки окружения, выдвигая песню или мелодию на передний план. Можно заметить, что до этого на экране была статика, а теперь микродвижения в кадре буквально запускают музыку. Анимация в таких сценах синхронизируется под ритм, и момент начинает приобретать значимость. Так она любит делать очень часто. Для Канна очень важна причина, по которой музыка может заиграть. Поэтому режиссёры создают сцены, в которых композиция может появиться неожиданно. Или сцены, которые на монтаже состоят из контрастных образов, переходя от простоты улицы и людей к чему-то величественному. Также можно легко показать ребячество и безрассудство персонажа. Об этих мотивах я расскажу чуть позже, но в такие моменты музыка сразу же начинает менять тональность, указывая вам на то, что чувствует сам герой. А порой ритм сцены ломается, и музыка усиливает слова персонажа, как бы подхватывая фразу. А наилучшим способом перейти обратно к звукам окружения будет внедрение явного акцента. Например, чего-то громче самой музыки. Для саунд-дизайнера и монтажера все вышеперечисленное — это довольно непростая задача. Поэтому, дабы сохранить цельность эпизодов, звуковая дорожка начинает соответствовать поведению музыки. Например, в этой сцене на фоне происходит стрельба. Но мы ее не слышим, потому что сейчас важнее сам диалог. Саунд-дизайн перестраивается, подражая музыкальному мотиву, и, казалось бы, совершенно лишает сцену реалистичности. Но при этом выдвигает диалог на передний план, делая эпизод драматичным и в чем-то даже театральным. Разумеется, это не все примеры, но из перечисленного уже можно сделать вывод, что в музыке Канна почти всегда есть некий эмоциональный крючок, что заставляет вас плакать только лишь от одного момента. Например, во время написания поп-музыки для сериала Macros Frontier Канна представляла его как мир рекламы, где нужно определить, какие идеи и продукты смогут зацепить людей. В мире, где музыка управляет сознанием и выигрывает войны, такой подход сработал и как элемент истории. К тому же режиссер Сёдзи Кавамори, зная опыт Канна в раннем Macros Plus, уже намеренно создавал сцены и ситуации, где бы ее музыка смогла проявить себя наилучшим образом. Иногда это композиции с реверберацией на голосе или цепляющие джинглы, ведь Канна до аниме писала много музыки для рекламы. Или же можно просто начать с акапеллы. И после сцена сразу же станет мощнее. Тем не менее, Канна всегда хотела играть духовую музыку, которая потрясала бы душу слушателей, заставляя вскипать кровь и полностью забыться. Как ни странно, это вылилось в то, что знают даже не поклонники аниме. Все началось в студенческие годы, когда она играла на клавишных в джазовой группе Тэтсу 100%. Но обычно, когда японцы играют музыку не из своей культуры, они слишком стараются. Как говорила Канна, если японцы играют в какой-нибудь грув, то из-за чрезмерного уважения к жанру, они придают ему достаточно деформированный вид. Еще до написания саундтрека к Бибопу, Канна поехала в Новый Орлеан, дабы проникнуться ритмом и жизнью тех мест. И чем дальше она продвигалась на восток, тем сильнее качал грув уличных музыкантов. Были студенты, играющие фантастический грув, лишь только на одном маленьком барабане. И именно благодаря этой поездке, Канна поняла, что даже в пределах одного жанра, ты можешь не ограничивать себя стилями. Простая мысль в итоге превратилась в опыт. И когда режиссер Ковбоя Бибопа Шиничера-Ватанаби, для которого Канн регулярно пишет музыку, предложил написать ей джазовый саундтрек, она уже знала, на что будет опираться. Из-за этого музыка в Бибопе такая разная, дикая и в чем-то даже беспорядочная. Блюз, джаз и фанк прекрасно отображают людей, что застряли в космосе без какой-либо веской причины жить. И все те второстепенные персонажи, которые встречают герои на своем пути, ничто иное, как отражение их самих. Все те же люди, что застряли в прошлом и стараются исправить свои ошибки. Это ожидание кого-то, кто вновь вдохнет жизнь в повторяющиеся будни, прекрасно выражено в композиции Спайс Лая, где присутствует четкое ощущение пространства, пустоты в душе и холодного космоса. Но чем больше прислушиваешься к музыке в Бибопе, тем больше начинаешь понимать, что порой она просто создает приземленность для сеттинга, где существуют гиперпространственные врата, космические дальнобойщики и... ожившие йогурты. Монтан Су-Манжу! Митинг ур combа, это все угробное удовольствие. Все урагает. Они угробно. Су-Манжу! Вопал- Cru-Рribби к Марк-Ла-Манжу! Они очень сильно искольятся в видео, как во время Морк-Скор. Они такие наше чувства. Они все хотели. Они все хотели. Они все хотели. В аниме-сериале Wolf's Reign она продолжила экспериментировать с зарубежной музыкой. В основу саундтрека легла басанова, стиль бразильской музыки, представляющий собой синтез местного фольклора и джаза. По сюжету волк, оставив свою стаю, бежал в сторону смерти, стараясь не попасть в ее сети. Для Канна басанова была заключена именно в этом диком и парадоксальном стремлении достигнуть цели. И когда исполнительница Джойс спела под ее музыку, эта дикость и первобытность стала ощущаться лишь сильнее. Однако Wolf's Reign часто отдавала ностальгии, мыслями о хорошей жизни, что никогда не станет реальностью. Эти несбыточные мечты легли в основу песни Gravity, спетой Майей Сакамото для эндинга к сериалу. А также Strangers в исполнении Раджа Ромея. Канно не только композитор, но еще и успешный музыкальный продюсер. Множество исполнителей, чьи песни используются для тех же заставок и концовок в аниме, поют именно под ее музыку. И это много песен. Помимо упомянутой ранее Майей Сакамото, которую Канно продюсировала еще с самого дебюта, мир узнал о новосибирской певице Ольге Яковлевой, сделавшей сольную карьеру в Японии под псевдонимом Орига. Помимо сотрудничества с Канно их связывала крепкая дружба, которая оказывала массивное влияние на звучание русской певицы. Это была прекрасная связующая нить между Россией и Японией. К сожалению, Орига покинула нас в 2015 году, но, возможно, вы слышали о ее музыке, в которой смешивались разные языки в пределах одной лирики. Благодаря чему у нас есть, возможно, лучшие песни для призраков доспехов. Весть о том, что после фильма Моморо Уши снимается сериал по призраку в доспехах, для Канно была странной. Кенджи Камияма, режиссер тогда еще никому неизвестному шоу, был новым лицом для этой вселенной, и композитору предстояло писать музыку для уже популярного проекта. Камияма предлагал иное видение истории, а значит и музыка должна была как можно меньше ассоциироваться с саундтреком от Кенджи Кавай. Тем не менее, Йоко настолько далека от мира технологий, что киберпанк и политический триллер как жанры могли бы сковать ее. Но она снова обратилась к героине, на этот раз Мото Кокусанаги, и постаралась сделать ее аватаром саундтрека для нового сериала. Один из мотивов, что вложил Камияма в призрака, это быть человеком. Как далеко машина может зайти, чтобы стать человечней? Эти поиски вылились в меланхоличную музыку, что направлено больше в себя, напоминая эмбиент окружения и холодные индустриальные удары. А совместный трек со Скоттом Мэтью стал полноценной компиляцией этих идей. Но для поддержки экшен-ритма Канна смешивала еще больше техно, хаоса и драм-н-бейса в своих треках, что делает некоторые сцены лишь только сильнее. Для второго сезона шоу она уже тесно работала со звукорежиссером Кадзухиро Вакобояши, который давал ей примерный список того, куда может следовать музыка. Так, например, появилась индустриальная тема одного из персонажей — Кудзе. Канна просто представила вещи, что мелькают в его нестабильном разуме. А иногда своей музыкой она просто признавалась в любви к татикомам. Канна очень любит этих роботов, так что написала для них множество шутливых и забавных тем, обозначая их неопределенную детскую идентичность. Это, кстати, то, чем она тоже известна. Такие мелодии обладают достаточно игрушечным звучанием, а вокальные партии стилизуются под детское исполнение. Существует даже отдельный диск с компиляцией этих мелодий — Space BioCharge, который композитор вспоминает с особой теплотой. Но я хочу вернуться к таланту Канна продюсировать. Понимаете, сегодня о ней известно чуть больше, чем, скажем, в начале нулевых. И тогда ее имя еще было покрыто завесой мистики. Если вкратце, то она любит помещать свой талант в иные формы. Это выражено не только отсутствием рамок в жанрах или стилях, но также и людей, для которых она пишет музыку. В некотором роде она существует как вместилище огромного числа различных работ и мастеров по всему миру. Когда Канна продюсировала Майю Сакамото, она сравнивала себя с Бьонси, что выпустила альбом под именем Саша Фирс, который всерьез заставил Йоко задуматься о том, почему столь талантливый человек нуждается в другом имени, в другом вместилище своих идей. И эти мысли приводят ее к Габриэле Робин, псевдониму, за которым Канна скрывалась несколько лет, записывая музыку для множества аниме-сериалов. Есть нечто, что можно выразить только через другую личность. Долгое время о Робин ничего не было известно. А когда Канна спрашивали о столь талантливом композиторе, что она продюсирует, Йоко постоянно отшучивалась. Но 7 июля 2009 года на концерте The Seatbelts Канна в качестве вокалиста исполнила композицию Габриэла Робин из аниме Turn A Gundam, тем самым подтвердив слухи. Но это еще не все. Габриэла Робин, да и сама Йоко Канна в качестве себя самой, нередко писала музыку на выдуманном языке. И если прислушаться к лирике песни Moon, то она не имеет никакого смысла. И это не единственный трек. Да, сама лирика напоминает некий салат из мировых языков, но у всего этого есть название. Гэблиш. Язык, который изобрела сама Йоко, в основном звучит как лирика, что может показаться вам знакомой, но опять же она ничего не значит. По крайней мере для слушателя. Возможно, это связано с произношением некоторых букв, в частности R, которую японцы не могут произнести так легко, и поэтому заставляет иностранные языки звучать сильно искаженными. Интересно здесь другое. Вам может показаться, что вы понимаете слово или два, но при этом нет возможности соединить их в каком-то разумном контексте. Но такой подход носит сугубо ритмическую роль. Музыка Канна подчиняется ее собственным правилам. И ритм часто ломается. Так почему бы и лирики не делать то же самое? Несмотря на то, что я упоминал различные стили, чаще всего Йоко пишет в своем любимом оркестровом жанре. Это очень светлые, мечтательные и воздушные мотивы, чем-то напоминающие работы Джо Хисайши для студии Гибли. Например, для видения эскафлона такие музыкальные темы прекрасно обозначали фэнтези-мир. А для Терн Эй Гандам саундтрек исполнял оркестр Баршавской национальной филармонии. И несмотря на то, что звучание было наполнено милитарийскими темами, это по-прежнему очень светлые мелодии, отдающие дань уважения классическим приключенческим саундтрекам в Голливуде. Именно к ним композитор и обращалась, когда писала музыку для Гандама, что в итоге помогло ей найти общий язык с режиссером. Есть масса причин, по которой Йоко Канна должна быть более известной. Ее музыка обладает очень редкой способностью с комфортом поместить зрителя или слушателя в совершенно иную среду. Ее часто называют музыкальным хамелеоном, чья способность переключаться между жанрами и стилями позволяет ей лучше выражать эмоции музыкой, чем словами. Отчасти именно поэтому с ней так мало интервью. И я не смогу охватить все, что она писала, ведь для того, чтобы полноценно рассказать о гениальности музыки того же гибопа, мне бы потребовалось сделать отдельное видео. Но прекрасно здесь то, что каждый саундтрек от Йоко Канна такой искренний, неожиданный и слегка эксцентричный. Как, кстати, и она сама. Ей не понравился Macros Plus после тестовых показов, ведь она посчитала анимацию слишком глеклой и медленной на фоне ее музыки. А перед написанием саундтрека для ковбоя и бибопа она совсем не любила джаз. И, по правде сказать, ее никто так и не смог поставить в жесткие рамки. Она просто делает, что хочет. Признается в любви к музыке, используя все многообразие себя самой. Пока не расходитесь, ведь мне есть еще кое-что добавить. Это видеоэссе выходит при поддержке моих подписчиков на Патреоне, без которых я уже не представляю существование этого канала. Каждому, кто поддерживает выход новых видео, огромное спасибо. В описании вы найдете не только ссылку на Патреон, где видео выходит раньше и есть бонусы, но также на ссылки на интервью с Йоко Канно и на список всех ее работ в качестве композитора. И уверен, что среди него вы точно найдете произведение по душе. Когда будете смотреть что-то с ее музыкой, то постарайтесь проследить за тем, как монтаж в эпизодах специально выводит музыку на передний план. И это не только большая редкость для саундтреков, но также и хороший опыт, на котором можно научиться пониманию ритма. А еще напишите в комментариях, как вам такой идейный сиквел к Breathing, потому что это видео именно таким и задумывалось. И мне, конечно же, интересно узнать, много ли среди моей аудитории поклонников творчества Йоко Канно, потому что она и правда великая. И чем больше копаешь в ее творчество, тем сильнее понимаешь, что никто подобного больше не делает. А чтобы оставаться на связи и почаще общаться со мной, то обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, где выходят все анонсы, и, кстати, будет доступна музыка из этого видео. Также на мой Твиттер, где из тамошних заметок иногда появляются полноценные видео. И на мой Инстаграм, где, кстати, все еще довольно неплохие фотографии. И, конечно же, на этот канал, если вы тут впервые. Все ссылки, как всегда, есть в описании. Спасибо, что досмотрели до конца, поставили лайк и поделились своим мнением в комментариях. Это правда очень сильно помогает. С вами был Вест, и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok